Уже традиционным мероприятием стало проведение выставок ветеранов Великоусельского района. 10 сельских поселений, порядка 100 человек приняли участие в организации экспозиции на все руки мастера. Сегодня выставкой, конечно, приурочено 45-летие образования нашей ветеранской организации, которую мы будем отмечать в ноябре текущего года. И поэтому с каждым годом экспонатов выставки становится все больше качества, их растет. И наша идея в этой выставке была, чтобы именно показать семейственность. На создание некоторых работ, представленных на выставке, ушло немало времени. Большинство экспонатов требуют усидчивости и сосредоточенности и любви к своему делу. Вот эта уникальная поделка сделана руками мастеров из Красавина. Корабль внутри стеклянной бутылочки – настоящая ювелирная работа, и этому стоит поучиться. А здесь резьба по дереву. Авторы изобразили образы святых. На выставке представлены десятки экспонатов, фотокартины, поделки, домашние коврики и многое другое. Ну и куда без кружевоплетения. На манекинах представлены праздничные жилеты, которые, стоит отметить, выполнены в уникальном авторском исполнении. Пусть Алексеевское сельское поселение в подобных выставках принимает участие каждый год, и с каждым разом работ у них все больше. Здесь резные деревянные вазы для цветов, самодельные домашние коврики, картины и кухонные дощечки. Есть и кукла-берегиня. Она как уберегает нашу старик Алексееву. Вот невзгод, угадит, деньги нам приносит, добро, чтобы люди были мирные, дружные. Некоторые ветераны подошли к своему делу со всей серьезностью. Устюженин Александр Маврин за год сконструировал модель парохода Николай Гоголь. Во время Великой Отечественной войны пароход служил плавучим госпиталем, а в 70-х стал плавучей базой отдыха. В последнее время он использовался на Северной Двине в роли круизного ретро-судна. Посмотреть на него и другие экспонаты можно в детском музейном центре. Выставка будет работать до 24 октября. Юрий Варольев, Максим Колосов, Новости провинции.